Здравствуйте! Вы считаете себя воспитанным человеком? Говорите спасибо, снимаете шапку в помещениях, не разговариваете громко в общественных местах и так далее? Это замечательно! Но в интернете тоже есть свои правила, так называемый неттикет, который стоит соблюдать, чтобы ваши друзья и знакомые не захотели вмиг от вас отписаться. Если вы не хотите этого, слушайте внимательно. Следующие советы могут быть для вас очень полезны. Появлением фронтальной камеры на наших мобильных телефонах мы все стали обречены. Каждый хоть раз делал это. Но помните, никаких себяшек на фоне мемориальных сооружений, памятников трагическим событиям быть не должно. Отдельной строкой хочется упомянуть никаких себяшек в ванной и туалете. Ну что вы в самом деле? А, ну и лучше сделать калаш, чем постить по одному селфи в минуту. Не стоит оснащать публикацию тонной хэштегов. Вы вообще знаете, для чего они нужны? Для того, чтобы люди со схожими интересами находили публикации. Например, вы вырезаете фигурки из дерева. Ставьте смело хэштег. Ну, пару. Ну, до пяти максимум. Но не десять. И не надо писать сложно сочиненное предложение в один хэштег. Запомните, если вы не фудблогер и не повар, то не надо постить еду. Такие фотографии уместны, если вы изменили классический рецепт, приготовили блюда с использованием экзотического ингредиента, или если с едой у вас связана, ну, очень интересная история. Так что, если эти роллы не спасли никому жизнь, не надо их выкладывать. Ну, хотя, если вы впервые приготовили борщ, то... Постите на здоровье. У Курского вокзала... Вот сообщения таких пользователей чаще всего хочется отметить как спам. Нет. Просить о помощи репости голосе, конечно, можно. Главное, не делать это часто, часто заваливая свою и чужую стенку, а также ленту новостей своими призывами о помощи в игре «Веселый фермер». Не проще быть невидимкой. Тут вопрос спорный, но место жалобам есть. Не игнорируйте собеседника. Он же видит, что вы онлайн. Ну, скачайте себе приложение, которое сделает вас невидимкой. Но если вы в сети, будьте добры, ответьте. Тут вот хочется сразу сказать. Я, например, часто не вижу, пропускаю сообщения, но не потому, что я игнорирую, а потому, что я отключаю оповещения, чтобы сообщения не мешали мне записывать этот сюжет. Напоследок, мое любимое. Я долго пытался победить этот недуг, но благодаря поддержке друзей и близких сегодня я здоров. Не пишите по одному слову целые предложения. Можно же сойти с ума. А у некоторых случается нервный тик. Пожалейте своего собеседника. На сегодня достаточно. Соблюдая эти простые правила, мы сделаем интернет лучше, чище и светлее. Но об офлайн мире тоже не стоит забывать. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok